Перед совещанием сотрудник Центральной библиотеки провела обзор литературных бестселлеров 2017 года. Посоветовала, на какие новинки стоит обратить внимание и пригласила работников администрации в библиотеку на новогодние каникулы. Глава Андрей Шубин подвел итоги прошлого года и поздравил всех с наступающими праздниками. 2017 год у нас напряженный был, мы с вами очень хорошо поработали. Поэтому 2018 год желтой собаки начинается у нас очень активно с учетом предстоящих выборов президента Российской Федерации, выборов факультетов Марионской областной думы. Одним словом, удачи! На время новогодних каникул в Десногорском управлении ГОИЧС и на предприятиях коммунальных служб города, МУПККП, служба благоустройства, САЭС-сервис будет организовано круглосуточное дежурство. Эксплуатация инженерной инфраструктуры идет в нормальном режиме, все службы подготовлены к внесению длительных выходных и праздничных дней. На предприятиях будет организовано дежурство, в наличии есть персонал, есть специальная техника, поэтому будем прикладывать все усилия, чтобы жители не заметили разницу между выходными и рабочими днями. В школах города закончилась вторая четверть. Учащийся четвертой школы Шипоровой Лес, ставший победителем областного конкурса «Капельки души», принял участие в церемонии награждения в городе Смолинске. Сегодня школьники наши направлены на губернаторскую елку, и зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря и продлятся до 8 января включительно. 9 января наши школьники приступят к учебным занятиям. Правоохранительные органы обращают внимание десногорцев, что участились в случае телефонного мошенничества с банковскими картами. Мы совершили преступление дистанционным способом, интернет-мошенничество так называют. Эти операторы находятся за рубежом даже не у нас в стране. Поэтому и как бы сложность раскрытия данных преступлений в этом. Сообщите всем своим сотрудникам, что операции с телефона только проводите с банком на номер 900. Не надо больше жать ни на такие коды, ни нажимать какие-то цифры, которые звонят и говорят мошенники. За прошедшую неделю в службу занятости поступило три вакансии от организации города. Трудоустроено семь человек. Трудоустроено семь человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова